В Курганской области состоялось открытие дерева памятника всероссийского значения. Это первый памятник, открытый в рамках всероссийской программы «Деревья памятники живой природы» в Уральском федеральном округе. Старовозрастная колундинская сосна произрастает на территории Звериноголовского района на опушке Озернинского бора. В 2001 году постановлением правительства Курганской области дерево было признано памятником природы местного значения, стало достопримечательностью области и получило название «Чудо-дерево». Ранее к дереву-раритету выезжали специалисты Центра древесных экспертиз здорового леса. Дерево было описано и обследовано, продиагностировано прибором резистограф на наличие скрытых стволовых гнилей. Возрастным буровом прессера были отобраны древесные керны, которые в условиях дендрохронологической лаборатории в Москве позволили установить точный возраст дерева – 191 год. Предварило открытие дерева памятника «Круглый стол» на тему природные наследия региона, как одна из важных ценностей и составных частей природного наследия Российской Федерации. С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель губернатора Пурганской области, директор Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктор Сухнев. В ответном слове сопредседатель руководителя исполнительной дирекции Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Владимир Зотов поблагодарил руководство области за участие в программе, заверив, что все предложения, прозвучавшие на «Круглом столе», будут услышаны и приняты во внимание. С докладом «Здоровые деревья в городе как основа комфортной и безопасной среды проживания населения» выступил сопредседатель секции Совета «Сохранение и восстановление древесной растительности на территории российских регионов», председатель сертификационной комиссии программы, президент НПСА «Здоровый лес» Сергей Пальчиков. «Задача наша и Совета, некоммерческую партнерство – делать современные технологии, которые имеются в мировом сообществе, доступными нашей стране, доступными нашим специалистам. Поэтому все технологии, которые мы обладаем, мы спокойно, открыто передаем нашим коллегам. И мы призываем всегда в регионах, мы проводим очень много различных мероприятий, круглых столов, подобных этому. Мы всегда призываем открытое сотрудничество». Состоялось награждение дипломами Совета, особо отличившихся специалистов природоохранного комплекса области, руководителей детских экологических организаций, педагогов. В завершении, между Советом по сохранению природного наследия нации, Департаментом природных ресурсов и охраной окружающей среды, было подписано соглашение о совместной деятельности по сохранению природы Курганской области. Торжественная церемония открытия дерева памятника состояла в Звериноголовском районе на территории санатория «Сосновая роща». Руководству департамента был вручен переходящий символ эстафеты «Деревья памятники-2014» и памятная доска с изображением переходящего символа. Председатель сертификционной комиссии программы Сергей Пальчиков зачитал сертификат, подтверждающий присуждение к лундинской сосне высокого статуса «Дерево – памятник живой природы всероссийского значения». Также Сергей Борисович передал руководителям лесничества полный отчет об обследовании исторического дерева, составленный специалистами НПС «Здоровый лес» с рекомендациями по уходу за раритетом. Курганская земля уникальна. И уникальность – это прекрасность земли, в ее людях прежде всего, в вас. Мы видим вашу искреннюю любовь и уважение к природе родного края, к родной земле. И хочу от имени членов сертификционной комиссии Всероссийской программы «Деревья памятники живой природы» выразить вам за это слова искренней благодарности. Любите свою родную землю, любите свою малую родину, любите нашу прекрасную страну. Подавайте пример этим прекрасным созданиям, которые здесь присутствуют, потому что в них наше будущее. Кого мы с вами воспитаем, как мы с вами воспитаем, в такой стране мы с вами будем жить. Низкий вам поклон за ваш большой труд. Спасибо большое. Далее все собравшиеся проехали к дереву и торжественно открыли памятную табличку с описанием уникальной сосны и указанием ее точного возраста. Приглашаю всех фотографироваться. На данный момент в программе принято участие активно 58 субъектов Российской Федерации. 325 прекрасных дерева было представлено на суд жюри. Решением членов Секционной комиссии Российской программы «Деревья памятника живой природы» в национальный реестр было внесено 187 уникальных деревьев. Из них статус памятника живой природы был присвоен 76 единицам. Среди них находится прекрасная уникальная статус сна, которая, несомненно, заслуживает этого статуса, потому что соответствует всем критериям данной программы. Потом с образованием природоохранных органов уже более высокого уровня она была признана памятником природы регионального значения. Когда мы приехали, вот стоит указатель и описаны режимы его охраны. На него давно подписано охранное обязательство, оно подписано арендатором лесного участка, департаментом природных ресурсов и главой администрации района. Еще одним знаковым мероприятием в рамках открытия памятника был урок природолюбия, который для школьников средних и старших классов курганских школ провел сопредседатель и руководитель исполнительной дирекции Совета по сохранению природного наследия нации в Совете Федерации Владимир Зотов. Ребята отвечали на вопросы, участвовали в викторинах на тему о природе родного края. Победители конкурсов получили в подарок книгу «Азбука природолюбия», сувениры с символикой всероссийской программы, а все дети – участники урока, книги о природе и журналы «Живой лес от здорового леса». Субтитры создавал DimaTorzok